Практически каждому человеку очень хочется получить волшебную таблетку или какой-то рецепт простой для того, чтобы избавиться от плохого самочувствия или заболеваний. И в последнее время очень много видео, нажми на вот эту точку, сделай массаж вот этой точке и получишь вот такой результат. Конечно же, точки очень эффективны, очень действенны. Я вам сама рассказываю про действия разных точек и про то, как можно использовать точки для решения тех или иных задач. Но очень важно понимать, что, к сожалению, у очень популярных или часто используемых точек есть и подводные камни, и про них очень нужно знать. И на примере своей одной пациентки я хочу вам рассказать о двух самых популярных точек. С вами Хистанова Тамара, смотрите это видео, чтобы уберечь себя от возможных негативных последствий при использовании самых популярных точек. Популяризация каких-то точек, бездумное использование точек, оно не всегда приводит к положительному эффекту. Для меня, например, я выбираю, о какой точке я могу говорить, а о какой точке я не могу говорить. Например, точку Дзу Сан Ли я, во-первых, ее не использую на своем приеме, а во-вторых, я ее никогда ни в одном видео не рекомендую. Почему? Потому что, казалось бы, точка от 100 болезней такая самая популярная точка. Но есть люди, которым по карте рождения эту точку использовать категорически запрещено. Это во-первых. Во-вторых, эта точка, если брать усин, она контролирует энергию почек. То есть она делает ке на почке, и практически все люди живут в недостатке с энергией почек. А контролируя, мы уменьшаем количество энергии. Именно поэтому после этой точки, например, падают в обморок. То есть бывает очень часто на приеме у рефлексотерапевта поставили иголки, человек упал в обморок. И непонятно от чего. У меня есть пациентка, которая приходит ко мне на прием. Она изучает для себя китайскую медицину, еще между приемами использует что-то и делает себе. Одна из ее жалоб, последних, это опущение внутренних органов, в которые она прям чувствует, что у нее внутренние органы опускаются. Она ко мне приходит, я провожу процедуру, приходит на следующую процедуру, говорит, было полегче, потом стало плохо. Пока мы с ней не выяснили, что оказывается она сама себе между процедурами ставит иголки. И выяснилось, что одна из точек, которые она использует, это точка хэгу. Очень популярна. Ее, вот она находится у нас тут между большим пальцем и вторым пальцем, указательным пальцем на руке. Точку, которую используют для того, чтобы снять головную боль, зубную боль, любую вообще боль на лице. Но мало кто знает, что эту точку нельзя использовать, например, беременным, потому что она может вызвать роды, она может вызвать выкидыш. И эта точка, ее функция опускания энергии вниз. То есть она головную боль снижает за счет того, что она убирает с головы энергию. Она еще снижает температуру тоже за счет того, что она опускает эту энергию. И вот представляете, моя пациентка, у которой есть опущение, я ей на процедуре поднимаю эту энергию. Она приходит домой, ставит эту точку и опускает эту энергию. Еще она использует точку дзусанли, 36-ю точку желудка. И эта точка по усин, то есть вообще все точки желудка по усин контролируют энергию почек. А у женщин в климактерическом периоде в 50+, опущение происходит не только из-за недостатка ци-селезенки, еще и происходит из-за недостатка энергии почек. Ее мало этой энергии уже по возрасту, да, то есть вообще старость – это недостаток, в том числе энергии почек. И сейчас можно на меня обидеться и сказать 50+, это не старость. Но я вам скажу так, что люди в 20 лет начинают на самом деле стареть. То есть процесс старения, он начинается с момента окончания полового созревания. Просто это скорость поменьше, и мы не так это осознаем. Подписывайтесь на мой канал, чтобы с помощью китайской медицины сохранить свою молодость, продлить свою жизнь, жить долгую, активную, счастливую жизнь. Мне хочется вам сказать, что не все так просто в китайской медицине, и нельзя без понимания, как это работает, просто воздействовать самостоятельно на точки. Я, например, на своих обучающих программах для людей, которые используют китайскую медицину для себя, я объясняю все эти нюансы, потому что без них можно очень сильно навредить. И буквально неделю назад у меня была на приеме эта пациентка, наконец-то у нее зафиксировался результат, потому что она сама больше не работает с этими точками. Но она мне рассказала, что она грела какую-то другую точку, и нечаянно там что-то провела возле Цзу Сан Ли, и прям понимала, как энергии становится меньше. Курс называется Ян Шэн. Это переводится как пестование жизни, то есть это мероприятия, которые помогают жить не только долго, но еще и качественно жить. Это получился уникальный с моей точки зрения и с точки зрения учеников, которые его проходят, продукт, на котором есть вся база китайской медицины, и на котором я дала все способы поддержания здоровья. То есть там есть диетология, там есть китайские фитопрепараты, там есть работа с точками, причем она очень правильная. Мне очень сложно давать в точках простое, потому что это мой инструмент рабочий, это моя основная экспертиза, акупунктура, и она не так проста, как кажется. Это решение сложнейших математических задач. У меня нет такого, что вот есть заболевание вот такое, от него вот такая точка, или где-то секретный список точек, и что там прописано, что вот эта точка работает для вот этого. У меня может быть 10 пациентов с одинаковым диагнозом на приеме, у них будет у всех разная диагностика, и алгоритм лечения будет у всех абсолютно разным. Вот на Яншен я дала работу с точками, исходя из своей экспертизы, исходя из этих логических рассуждений. Если вы хотите попасть на этот продукт, то в описании есть лист ожидания, заполняйте анкету. В погоне за волшебной точкой будьте аккуратны и внимательны, потому что обещание какого-то чуда может привести к каким-то негативным последствиям. Проверяйте информацию, прежде чем использовать ее на себе. Выбирайте экспертов, которых вы слушаете и чьи рекомендации вы используете. Про точки, то есть это хайповая же такая штука, ну нажал и от чего-то там получил. Про точки рассказывают абсолютно все, кто угодно, которые не имеют вообще никакого отношения, например, к той же китайской медицине и не знают, как это вообще работает и какой вред это может принести. С вами Хистанова Тамара, до встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok